Доброго ранку! Лесик, а у тебя что за настрой? Цудовно, хиба не бачно Бачно, а ли ты сегодня особливо важный Сядишь быцем сеньор помидор Ой, это правда? Я нагадываю вам помидор Нагадываешь, нагадываешь, навык не спробуй спрочатся Лесик, у тебя бед была вся важная баде Расскажи нам, коли ласка Хочу трошки оттянуть гэтый момент, а ли вы меня раскусили Прабач, что мы откусили? Не откусили, а раскусили Зауважили, что я выглядаю не так, как звычайно Да помидорно ты выглядаешь Усё, рассказывай, что у тебя отбывается Мя не чакая вельми отказная справа Это мы уже разумели Что за справа? Мя не одного выбрали сотни зайчиков-знавцев И я отправляюсь на конференцию по незвычайной городнине Ух ты, а такое бывает? Для дома? Про я ей буду усим рассказывать И вось чаму ты нагадываешь важного синьора помидора Наповно тому, что я про Городнину зараз думаю И у меня не в голове уже склався план моего выступления Мы веншуем, что тебе признашили лепшим-злепших лесик Дякуй Лесик, а зможешь до своей конференции открыть нам некоторые таймницы Городнины? Добро, только некоторые А вы никому-никому Я дома Цикавую информацию будем ведать только мы и глядачи Доброранка Кали вы узгадали про синьора помидора, героя знаками этой каски Джанни Радары Давайте и поговорим про сам помидор Хм, а не уже есть помидорные факты, про якие еще никто не ведает? Давайте проверим Як вы лечите, дзе вы рощвали першие помидоры, кали их привезли з Америки у Европу? Лесик, пропонуй нам некольки варианта отказу А мы вызначим правильный Калиласка, я дам вам три варианта отказу, а вы выбирайте один Итак, дзе спочатку высадживали саджанцы помидоров, які привезли з Америки? На Граце, на Клумбе, у вас зоне на подоконнику Хм, можа у вас зоне на подоконнику выглядяя пригожа, токе я неупелнена, что так и было А можа одразу на Градку? Так же гэта робят зараз? А вось и не отгадали Першие саджанцы новой рослины, томата типа Нидора, спочатку высадживали на клумбах И гэтые рослины упрыгоживали двары Долгий час никто нават не здагадывался, что тые шарики, что з'являлися на зеленых стяблинках Можно уживать у ежу Сябры, уявите городские клумбы, засаджанные помидорами Был час, коли люди уживали у ежу кветки рослин И, на жаль, отручвалися Цікаво, а коли ж яны почали уживать смачные червоные помидоры? Докладно вядомо, что перший рецепт стравы с плодами томатов Был опубликованы у 1692 году в итальянском Неаполе Я нават не уявляю, як можно не любить помидоры А тепер отгадайте, якого колеру были помидорчики, які приплыли на корабли Прозакиян Замерики у Европу? Як якого? Червоного? Якого яще? А я ведаю, что помидоры бывают и зеленые, и желтые, и нават черные А першие помидоры, які зявилися у Европе, худшей за все были минавито желтого колеру Тому и отрымали назву помидорро Кто ведает, что значить гэта слово? Золотые яблок, правильно? Усе так, золотые яблок Менавито такими подалися першие плоды помидоров европейцам А зараз давайте зробим невеликий пиропынок Пирогусим чем-нибудь смачным и корыстным И поглядим мультфильм Сябры, а давайте сегодня наведаем зоопарк Здорово! Я еще не бачила, у кого там детки народилися Пропоную зробить так Днем сходим у зоопарк А у вечера паспробуем отшукать на небе с узорьи, які носят назвы живел Мы уже узгадывали городы, які отрымали назву у гонорживела И еще шукали скульптуры и помники, присвеченные живелам и птушкам А не жадайте зараз отшукать горы, які один у один быцем саправдные живелы Добро, что у Добраранку можно сядеть на месте и при этом подорожничать И дорослые не будуть хваляваться, что мы отправилися далеко без них Давайте виртуально накеруемся до Уральских гор Коли хто не ведая, гэтые горы – адны самых старожитных на земли И падяляю цены вялизный континент Еуразию на две частки – Европу и Азию И гэтые горы нагадывают живел? Одна з вершинь середний уральских гор так и называется – гора Верблюд Ой, здаецца, што гэтый вялизный Верблюд празымгнение живе и пойде, куды в очи глядять Ці заговорыць тым, кого сустрэне Усё махчыма Вядома вакол такой незвычайной горы ходить шмат легенд Можез якой легенды и доведаемся, что за верблюд схаваўся сярод гор По одной легенде жил на свете один верблюд, який вельми любил прыгоды И вось одной джейон вырашаў померца силой з уральским хрыптом Верблюд супрыць великий гор, гэта цікава И вось верблюд падышаў до гор, паглядзеў на их вершиню, настроюся на бой Але, ў адзин момент яго панабаў страх перадмагутнастю гор И верблюд застыл и акамянел А можа знайдзіцца якая чаравница, якая прылядзіць і оживіць верблюда А так ўказках бувае А пакуль такая чаравница не з'явілася, ўсё жадаючыя могаць любовацца дивосами прыроды Пашукаем ёшча дивная гора Каліласка, не так далёка одна ад одной на паувостраве Крым знаходзіцца гора Мядьведь і гора Кошка Хм, саправды, вялизны Мядьведь падышёл до воды і пье Ціпа клаў вуха да джамлі і прыснуховываецца да нечага А гаракошка быццем дрэбле на беразі мора А лі близка да ей не падыходзь, можа паказаць свае кепчюры Так што робіць фотосдымкі можна колькі заугодна А вось сваволіць і моцна крычаць побыш не дазваляецца А калі мы перэнясёмся ў Манголію, ў націянальны парк Горхі Тэрэч То ўбачым чарапах ў гару І вядома да ей з'яжджаецца шмат турыстов Вядома гэта гара ахутанам ноствам таямниц А лі самая любімая ў турыстов тая, што калі глядзіш на гэтаю чарапаху У тебе можа адкрыцца невядомы дар О, гэтаякі! У кого што? Можа ты пачнеш прадказываць будучыню, ці чытаць думкі Ці просто прыгожа маляваць, калі раней такого не рабіл А можна заказаць ў чарапахі гары які небудь дар? Ні, што ты! І гэта ўсяго толькі лягэнда Сам я такого не правяраў Трэба прадумаць, які дар мне хочацца адкрыць А пакуль Кася думы, прабану баглядзець я ше дзень цікавы мультфильм Я прадумала собі дар, прадумала! І що, Зайон? Я хочу навучиться складать прыгожі рифмы Цудуна, може ты станеш знайкомітай паэтэссай? І кому ти прасвечеш свій перші вірш? Хіба можуть біць варіанты? Віадома толькі вам! Ну і нашим глядачам так само! Кася, думаю, що не треба чакать, коли на тебе спуститься дар, а леп садиться і подшинать! Що подшинать? Складать вірші? Менавіто так! Трэба настроиться на паэтэчны лад, і таде отримаюцца цудуна я вірші! Лесик, і ми с тобою можем поспробувать! Написать вірші ти невеликі янататки про добраранок! О, сябры! Сябры, а вы так само поспробуйтесь класть вірші ти оповяданні про нас! Колі пажадаєте, досылайте свае творы нам! Саме цікаве момматы мы зачитаєм у ефіры! А може ці ще і малюнкі зробіць! Гэта як пажадаєте! Адрес, куде отправляць свае творы, ведаєте? Ми нагадаєм! 220.114. Город Минск, вулиця Макайонка, 9. Программа Доброранок! Тим можна скористаться електронной поштой. Доброранок.ТВ. Слимак.Джимейл.Кропка.Ком. Усім цудовных історій! І такого ж цудовного дня! І давайте домолімся про нашу наступнуя сустрэчу! Усе пам'ятаюць, коль янатбудзіцца! Як за усёды зранку? У нашим Доброранку! О, і на закінчання глядіте я ще один мультик! Доброго дня! Доброго дня! Продолжение следует...